В 2016 году состоялась премьера сериала «Полицейский с Рублевки», в котором Александр Петров сыграл главную роль циничного полицейского Гришу, призванного оберегать безопасность жителей Рублевки. О личной жизни Александра Петрова известно мало. Актер избегает этой темы во всех интервью, заявляя, что прекрасно понимает, чего хочет от жизни и не собирается обзаводиться семьей, пока не достигнет всех поставленных целей. Более 10 лет актер встречался со школьной знакомой по имени Дарья. Но в 2016 году стало известно, что Александр Петров увлекся Ириной Старшенбаум, напарницей по съемочной площадке фантастической ленты «Притяжение». То, что произошло после того, как парочка перекинулась парой слов, трудно описать. Но, как признается актер, не думать о своей новой партнерше он уже не мог. Произошла какая-то магия, короткий разговор, улыбнулись друг другу. Но в этот момент что-то щелкнуло. Ты еще не понимаешь и не можешь объяснить, что происходит, но ясно это чувствуешь. Внутреннее чутье подсказывало, что такого со мной еще не было. И страшно, и весело, и необычно становится. Это ощущение, которое невозможно описать. Актриса честно долгое время пыталась перебороть себе все нарастающее ощущение, что это он, тот самый герой ее романа. Да и Александр Петров был в то время почти женатым человеком. У актера были серьезные отношения с девушкой Дарьей на протяжении 10 лет. Но против соблазнительной, молодой, целеустремленной и талантливой Ирины он ничего не мог противопоставить. Сумеют ли актеры обрести счастье, сделав несчастным одного человека, бывшую возлюбленную Александра, покажет время. А пока молодые и талантливые люди наслаждаются жизнью и друг другом. Сергей Брунов сыграл роль Владимира Сергеевича Яковлева, подполковника полиции. Как рассказывают коллеги актера, присутствие Сергея Брунова создавало на съемочной площадке веселую и очень рабочую атмосферу. Сергей ни разу не был женат, детей у актера тоже нет. Неоднократно в интервью актер признавался, что хотел бы иметь крепкую семью и много детей. Однако судьба распорядилась иначе. Настоящую любовь он еще не встретил, а размениваться на отношения для галочки кажется ему постыдным. В юные годы Сергей, как и большинство молодых людей, был влюбчивым человеком, но с годами обуздал это чувство. Он никогда не начинает романы с коллегами по съемочной площадке, потому что понимает, у актрисы могут быть муж и дети, а семью рушить нельзя. Почему у талантливого артиста до сих пор нет спутницы жизни? Брунов, когда ему задают этот вопрос, ссылается на свою природную застенчивость. Сложно в это поверить, однако известный пародист и комик с трудом налаживает контакты с людьми. Сергей Александрович уверенно чувствует себя на съемочной площадке, однако в ней и он совсем другой. Актер утверждает, что все же надеется когда-нибудь встретить свою любовь и обзавестись семьей. Что еще готов поведать прессе и поклонникам о своей личной жизни Сергей Брунов? Актер отказался от детской мечты стать летчиком, однако любовь к небу сохранил. Редкие свободные часы звезде нравится проводить на аэродроме. Время от времени Сергей Александрович даже жалеет о том, что так и не стал пилотом. Также Брунов любит путешествовать. С удовольствием исследуют как интересные места родной страны, так и чужие страны. К сожалению, плотный съемочный график практически не оставляет талантливому артисту время на хобби. Роман Попов получил в фильме роль обаятельного полицейского толстяка Игоря Мухича, которому не везет в любви. Оперативник безответно влюблен в девушку легкого поведения Кристину, но личная жизнь Романа Попова сложилась счастливо. У артиста есть любимая жена Юлия и двое детей, сын Федор и дочь Лиза. Но актер не любит раскрывать подробности своей приватной жизни и старается прятать родных от назойливых журналистов. Роман Попов ведет персональные странички в Твиттере и Фейсбуке, а также на собственном аккаунте в Инстаграме артист нередко размещает семейное фото. Интересно, что на одном совместном снимке с будущей супругой Юлией Роман выглядит худым подростком. С годами актер при росте 178 сантиметров набрал вес более 100 килограмм. В кругу близких людей Роман нередко выступает в качестве певца. Музыкальные композиции собственного исполнения артист выкладывает в Инстаграме. Увлечение не выходит за рамки хобби, но поклонники очень надеются на то, что Роман Попов вынесет вскоре пару номеров на большую сцену. Полицейский срублевки стал для актрисы Софи Каштановой счастливым билетом. Ее героиня Кристина элитная ночная бабочка, но при этом не только красивая, но и умная, начитанная, эрудированная и интересная девушка. В подростковом возрасте к Софи пришла первая любовь. С парнем-уроженцем Чили отношения складывались не всегда гладко. Яркая брюнетка привлекала внимание молодых людей и бойфренд частенько закатывал сцены ревности. Неизвестно, чем бы закончились эти отношения, если бы его не депортировали из Мексики на родину в Чили. Софья Каштанова признается, что ей нравится, когда мужчины долго ее завоевывают. На съемках фильма «Луна-луна» у нее был роман с актером Артемом Семакиным. Пара часто появлялась вместе. Семакин представлял Софию как свою девушку, но сама она опровергала информацию о серьезных отношениях. И в скором времени Софья ушла от Семакина. И с тех пор подробности ее личной жизни не отсвечиваются в прессе. Сегодня актриса живет на две страны. Пять месяцев проводит в Мексике, остальное время в России. Настоящим прорывом в карьере Татьяны Бабенковой стала работа в популярном сериале «Полицейские срублевки». Татьяна Бабенкова сыграла роль Алены, возлюбленной стража порядка, охраняющего покой жителей Барвихи. Татьяна говорит, что было сложно переключиться с театральной сцены на съемочную площадку, но затем актриса почувствовала себя комфортно. О героине актриса говорит, что Алена – обычная девушка, которая постоянно сталкивается с непониманием людей и прячется от внешнего мира за показанной стервозностью. При этом Алена свободна от условностей и свободна в душе. Татьяна активно занята работой, поэтому времени на личную жизнь не остается. Но, как и любая девушка, актриса мечтает о любящем спутнике жизни и крепкой семье. Татьяна говорит, что очень критично относится к себе. Если кто-то отрицательно отзывается о ее работе в театре и кино, девушка не реагирует, потому что понимает, что не выложилась или не дотянула. У Татьяны есть страничка в инстаграме, где актриса выкладывает фото со съемочных и театральных площадок. Чтобы не пропустить самые интересные новости, не забудь после подписки нажать на значок колокольчика.